Дмитрий Нечаев Рост числа выявленных случаев инфицирования коронавирусом во многом связан с увеличением тестирования. И это хорошо, так как многие больные являются скрытыми вирусоносителями, что особенно опасно. Ну а выявление зараженных позволяет, конечно же, принимать меры к их лечению и изоляции. И еще есть обнадеживающие новости. Губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о том, что сейчас в областной клинической больнице проходит испытание новый препарат для лечения коронавируса «Авифавир». Его применение начнется уже с середины следующей недели. Что ж, будем надеяться, что это даст возможность существенно продвинуться в лечении больных и спасти чьи-то жизни. Есть новости и о других успехах в деле преодоления пандемии, и мы рассказывали о них в информационных выпусках. Вообще говоря, даже несмотря на предположения о возможной второй волне эпидемии, сейчас практически все эксперты-медики сходятся в том, что нынешняя напасть будет преодолена. Дело времени. Зато все больше озадачиваются эксперты-экономисты, подсчитывающие ущерб от пандемии и строящие прогнозы на обозримую перспективу. И их озабоченность и тревога понятны. Есть, как говорится, чего волноваться. Ну вот смотрите. Выручка малых и средних предприятий в Российской Федерации в мае сократилась на 41% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на анализ данных онлайн-касс, которые провели в IT-компании «Эватор». Сильнее всех пострадала торговля непродовольственными товарами, где обороты упали в среднем на 70%. Около 25% потеряли магазины, где продают товары повседневного спроса. Из-за самоизоляции трафик и оборот магазинов товаров повседневного спроса в мае 2020 года был ощутимо ниже, чем в прошлом году. Выручка, например, алкомаркетов уменьшилась на 34%, несетевых супер- и минимаркетов на треть, табачные розницы на 27%, зоомагазинов на четверть, аптек на 23%, а пивных магазинов на 16%. Об этом сообщил генеральный директор «Эватора» Андрей Романенко. И он добавил, что рекордные убытки терпят спортивные центры. Они недосчитались аж 84% выручки. У салонов красоты доход снизился на 71%. И это, кстати, подтверждают тверские представители бьюти-индустрии, которые были на этой неделе у нас в эфире. Обороты магазинов одежды обуви упали почти на 70%, а ювелирных лавок на 61%. Правда, в период самоизоляции растет средний чек. Но это скорее от того, что люди стали реже ходить по магазинам, но покупать больше товаров за одно посещение. Что ж, как видим, ситуация очень непростая и требует серьезных масштабных мер для стабилизации. И они, надо сказать, намечены. Средства массовой информации уже подробно рассказывали, что российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса. В частности, утверждены меры поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением инфекции. Меры касаются налоговых платежей. Так, срок предоставления деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март-май 2020 года, продлеваются на три месяца. Сроки предоставления документов, сведений и пояснений в налоговую продлили до 20 рабочих дней. Период направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продлили на шесть месяцев. Среди главных поручений президента к обмину оказались меры по обеспечению устойчивости работы системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей. И вот о том, насколько эффективны эти меры поддержки, востребованы ли они бизнесом, какие проблемы с их получением возникают, кто вообще имеет право на их получение, Все это не только мы обсудим в программе «Тема дня» в среду, 10 июня в 13 часов. Ну а участниками этого разговора станут руководители регионального управления Федеральной налоговой службы, уполномоченные по защите прав предпринимателей Петверской области, представители областного парламента. Это будет прямой эфир, так что звоните по телефону 300-190, задавайте ваши вопросы, делитесь, как говорится, наболевшим. Ну а на сегодня это все. С вами был Дмитрий Нечаев. Хороших всем солнечных выходных.